Бизнес по любви с Еленой Макаровой. Добрый день, дорогие слушатели Бизнес.ФМ. С вами Елена Макарова, бренд-стратег компании Уфа-Агро. И сегодня мы интересно поговорим о любви. О любви в бизнесе. И у нас в гостях Андрей Вулов, руководитель агентства Муравейник. Как ты думаешь, бизнес – это стратегия или творчество? Сначала, когда ты создаешь какой-то либо бизнес сам по себе, либо новый проект в рамках бизнеса, это однозначно творчество. То есть ты однозначно ходишь, впитываешь в себя информацию, а потом думаешь, что ты вот интуитивно до этого дошел. Но на самом деле это не совсем интуитивно. То есть ты сагрегировал те данные, которые ты собрал. И вот этот процесс перемалывания большого потока информации в какой-то новый проект – это однозначно творчество. Потом ты это тоже с такой половину, творческую половину, технически ты это внедряешь, описываешь, как это все нужно делать. Все это транслируешь в команде, с которой ты работаешь. И дальше начинается уже технология, то есть там творчества гораздо меньше. И творишь в основном при изменении этой истории, ну и при создании чего-то нового проекта следующего. А как ты вот всегда поступаешь в ситуации, когда мотивации недостаточно, чтобы поставить новую цель, чтобы ее достигнуть, то есть когда деньги не мотивация? Да, для меня это на самом деле один из главных вопросов, которые требуют регулярного решения, потому что финансы подталкивают очень сильно, и когда их не хватает, начинаешь очень двигаться. Но как только этот вопрос решается, приходится как-то выкручиваться, ну и немножко договариваться с собой, где-то хитрить немножко с собой. Но последний всплеск моей мотивации к работе и к бизнесу был, когда я начал 4 года назад активно выступать. То есть это мы начали сначала делать свои семинары, потом начали меня приглашать часто на другие семинары, других компаний. То, что ты выходишь на публику, и то, что ты заранее знаешь, что тебе скоро нужно выходить на публику, очень сильно, ну так, собирает тебя. То есть ты понимаешь, что ты не просто сидишь у себя в коморке, штампуешь эти сайты, зарабатываешь с них деньги, а тут ты выходишь в публичное поле, и ты должен отвечать за то, что ты делаешь перед конкретными людьми. Ты должен уметь ответить на практически любой вопрос, который касается твоей сферы деятельности. Требования к твоему бизнесу вырастают кратно, потому что ты входишь в прямой контакт со своей целевой аудиторией, с коллегами, с партнерами, с конкурентами, и нужно, ну, держать удар. В какой момент ты бываешь на 100% доволен собой? Когда что-то получается, что очень долго делаем. А в личном плане? Наверное, никогда. В личном плане у меня очень много требований к себе и очень много ожиданий от себя, какой я должен быть, и я себя в этом смысле всегда не устраиваю. Ну, то есть я как бы трудоголик, но даже не столько трудоголик, сколько помешанный на идеи. Ну, я загорелся, я понимаю, что я как бы отключаюсь, начинаю отключаться опять от внешнего мира, от жены, от друзей, я ухожу в эту историю и общаюсь с программистом больше, чем с близкими. Как относится твоя семья, как относятся близкие, друзья вот к таким твоим заходам в астрал? Поначалу им всё нравится, потому что я обычно перед запуском нового проекта, в таком немножко подвешенном состоянии, ну, упадок эмоциональный, и после того, как я запускаю новый проект, у меня опять драйв, и им поначалу это нравится, потому что от меня там много энергии, много позитива, а потом так поднапрягаться начинают, потому что я начинаю уходить туда с головой. Как ты планируешь свой рабочий день? Как всё успевать? На самом деле у меня с планированием довольно всё сложно, я пробовал все эти тайм-менеджменты, абсолютно не заходят, как только я, чем больше я внедряю тайм-менеджмент, тем ниже у меня мотивация. В итоге я для себя определил так, что я ставлю в телефоне, в календаре события, которые мне нельзя пропустить, то есть это какие-то встречи или… То есть в этом смысле, если я не добавляю в календарь, я очень много забываю, потому что рабочий день очень-очень загруженный. В остальном, то есть всё остальное свободное время между этими событиями, у меня есть записная книжка, куда я записываю дела, которые мне нужно в это время сделать. Всё остальное – это такое, как идёт, так идёт. То есть я чувствую, когда мне нужно, какие процессы у меня начинают занимать слишком много времени, и я начинаю это делегировать, ну, раздавать на сотрудников. Всё остальное, оно так… Рабочий день остальной сам себя планирует. Сколько книг одновременно ты сейчас читаешь? Что это за книги? По книгам у меня был период, это, наверное, лет 10, когда я читал по книге в неделю. Это была либо книга бумажная, что реже, либо это была аудиокнига в машине. Последний год я немного перенасытился, что ли, информацией. Ну, сейчас я перестал читать книги практически по бизнесу, и сейчас я читаю книги по профессиональной деятельности. Сейчас это книга по статистике одна, это книга по продажам, и это книга по копирайтингу. Вот это три книги, которые сейчас у меня, ну, в разном режиме чтения. Одну дочитываю, две в процессе. Ну, и я стараюсь их читать в таком режиме, что я их не прочитал, а потом внедряю. А я, ну, прочитал, дошёл до какого-то момента, где я знаю, что мне нужно делать, я ставлю закладку, закрываю, часто закрываю на несколько месяцев, ну, то есть и внедряю то, что до меня дошло за это время. Как ты думаешь, почему ты добиваешься своих целей? Почему ты успешен? Я настойчив. Я могу взяться за средней перспективностью задачу и бить в эту точку, ну, там, месяцами, пока не продвинусь в этом. Это был Андрей Буйлов, руководитель агентства «Муравейник». tellед지. Продолжение следует.